Не так много нас пришло, да, ну 100, ну 200 человек, да, а на заводе работает 450. Для обычного алтайского села число внушительное. Иткульский спиртзавод для этих людей, что раньше совхоз, стабильность. Но она пошатнулась в марте, стало известно о долге предприятия в 134 миллиона рублей. Они перешли заводу от московского инвестора, группы компаний «Кристалл Лефортова» после просрочки выплат кредита. Такую сумму Иткульский не потянул. Предприятие подало на самобанкротство. При худшем раскладе село Соколова опустеет. На заводе работало почти треть его жителей. И те 200 человек, которых уже сократили, продают дома. Следом потеряют муниципалитет. До этого времени бюджет зонального района пополняли сами за счет двух крупных предприятий, в том числе Иткульского. А затем и Край. Завод был в десятке налогоплательщиков региона. Край получает большие дотации. И уменьшение даже на небольшую часть собственных доходов, это повлияет к тому, что надо будет или просить дополнительные дотации у Министерства финансов России, или уменьшать бюджет. К сожалению, это будет ухудшиться показатель нашего и так не очень большого бюджета на душу населения. Но процедура банкротства займет некоторое время. Так, конкурсный управляющий с начала месяца будет изучать перспективы завода или их отсутствие. Учтет все долги, ресурсы и примет решение. В рамках этой процедуры будет возможно оздоровление организации, то да, будущие организации есть, безусловно. Если руководство будет заинтересовано, если, к примеру, тоже есть хороший вариант, если какое-то третье лицо захочет и будет способно погасить обязательства должника, то есть ведется, допустим, процедура, это финнездоровление за счет третьего лица. Этим третьим лицом, например, правительство края может выступить? В правительстве региона комментировать положение не стали, хотя, напомним, в крае была создана группа по разрешению ситуации с Иткульским заводом. Эксперты сходятся в одном – будущее предприятие зависит от руководителей, а они в Москве. И известно, что группа компаний «Кристалл Лефортова» в 2017 году остановила завод в Курске, а в 2018 году в Саранске и Самаре. Сайт компании на сегодняшний день не работает. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.